Продолжение следует... Что происходит? Мы все равно примерно рассказываем, да? То есть мы не дословно, дословно, мы только стихи рассказываем. Если мы рассказываем какую-то тему из учебника или хобби, да, вот у нас есть хобби, вот там даже цветы делать, да, все равно там нужно рассказывать, как подбирать материал, где его покупать, как его собирать и так далее. То есть это уже сам текст, и там именно через запоминание, через понимание смысловых связей. И еще мы добавляем сюда логические операции для лучшего понимания текста. Потому что когда мы для себя определяем, что это не сравнение, а аналогия, не синтез, а анализ, или это взаимодействие, или это причинно-следственная связь, или это включение, да, вот, например, включение. В Москве много библиотек, одна из них 240-30, то есть большой объем включает в себя часть. Или вот как у нас там посетили много стран, очень понравилась одна, да, большой объем. А есть когда у нас пересекаются два, да, что есть ребята, которые играют в футбол, есть, которые в шахматы, а там Питя, допустим, он и в шахматы, и в футбол. Да, и все это в тексте, когда присутствует, и когда мы это видим, то понимание углубляется. Но начинаем мы все равно со скорочтения, потому что здесь у нас будут новые методы чтения. От чего зависит скорость чтения? Скорость понимания нас. То есть мы говорим об активном словарном запасе. И мы их еще называем тезауроз, потому что это понятие по определенной теме. Это не просто там по-разному, нет, в определенной теме, потому что тезаурус физика отличается от тезауруса библиотекаря, отличается от тезауруса экономиста, да. И когда мы узнаем слово, вот, допустим, вот этот вот пророка, да, нам же согласилось прочитать, что это пророка? Он пророка, да. То есть чем быстрее мы узнаем слово, тем быстрее мы понимаем текст. Дальше. Есть привычка читать по словам. Если мы читаем фразами, эффективнее будет такое чтение? То есть получается так, что мозг посмотрел в словаре значение этого слова. Мы почитали вторую, он посмотрел в словаре вторую, да, потому что мы читаем ради смысла, а смысл — это фраза всегда. Да? То есть это не отдельные слова. У нас, конечно, есть отдельные слова, да, Бог нам написал. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленно. Но это уже другая история, да? Всё равно только когда мы всё это прочитали, у нас создаётся целая картинка даже из этих отдельных понятий. А когда мы читаем фразами, во-первых, это происходит за счёт расширения поля одномоментного восприятия, мы не просто видим пять слов, мы сразу понимаем смысл этой фразы из пяти слов. Причём мы затрачиваем на это столько же времени, сколько мы затрачиваем на чтение одного слова. То есть если мы расширяем поле одномоментного восприятия, одномоментного, то есть сразу, смотрю, сразу вижу фразу, да, у нас уже скорость повышается в несколько раз. А самое главное, что повышается внимание, потому что мозгу не скучно, он должен всё время новую информацию усваивать, переосмысливать, да, связывать с имеющейся. И для этого мы делаем техническое упражнение, вот эту страничку мы открываем, это примет того, что мы делаем. Это таблица шутка. У вас остается этот материнок, так что вы можете совершенно свободно выкладывать, как вам удобно. Вот, смотрите. Поле восприятия, это боковое звенье мы начинаем задействовать. Причём мы расширяем не только влево-вправо, но и вверх-вниз. Потому что у нас есть одна из техник чтения славома, да, когда мы читаем абзацами. То есть мы читаем не по диагонали вот так, а мы читаем диагональ по абзацу. И понимаем общий смысл. Качество там 40%, но нам иногда 40%, вполне достаточно. То есть если мы хорошо разбираемся в теме, то нам не нужно вчитываться, нам нужно просто увидеть, появилось ли что-то новое. Хочется подвигать глазами, и во-вторых, самое главное, хочется себя проверить. Ну да. Да? Какой-то взаимосвязь, какой-то простроить. А нам нужно 1, 2, 3, 4, 5, не перемещая взгляд, вот боковым зрением воспринимать. Причём, что самое интересное, мы когда не считаем по возрастанию, мы вообще всю таблицу видим замечательно, правда? Нам не нужно её рассматривать, мы её сразу воспринимаем. Но как только мы начинаем считать, то есть как только мы и выискиваем смысл, нам хочется прям вот кладить глазами. А самое главное смотреть в центр таблицы? Да. Ну вот, потому что, да, вы увидели это, да? Вот. Ну это для красоты. Опять же, исследования показывают, что это так, если вдруг покажется, что это уже просто, можно себе усложнить. На самом деле и такие таблицы дают хороший эффект. Причём мы их ещё делаем с секундомером, потому что так-то мы можем смотреть, во-первых, мы можем отодвинуть для начала, да? Отодвинули, лучше видно, но мы же так мечтаем. И делаем на время. И стараемся каждый раз уменьшать, уменьшать, уменьшать время, то есть увеличивать скорость. Не смысл запомнить все эти цифры в таблице? Нет, их просто найти нужно. Именно не запомнить, а по возрастанию найти. И по возрастанию быстро находятся. Да, если глаза мы двигаем, а если не двигаем, я знаю. Ставляясь смотреть в точку в центр, почувствовать, где находится, посчитать. Первое слева вверху, второе внизу на две клетки, третье и так далее. Нет, 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 ни в коем случае мы себе не фиксируем, что на две клетки, иначе мы это будем делать долго. То есть мы просто, как лучше внимания, да, у нас отмечают. Да, вот мы смотрим, ага, два, три, четыре, пять, то есть мы смотрим в центр. Основная задача, чтобы расширилось боковое зрение. Нет, поле восприятия, потому что зрение у нас, вот оно, 180 градусов, да, вот я смотрю, я всех вижу. И мольберты вижу, и книжки, и штеллаж вижу, и там все вижу, да, это поле зрения. Но это не совсем так. Так, мы когда читаем, мы говорим восприятие информации, и поэтому у нас поле восприятия. То есть мы смотрим и понимаем смысл того, что там написано. Интересное упражнение? Да, очень. Очень. И достаточно сложное. Ну, опять же, здесь я предлагаю только одну табличку, да, на курсе мы работаем немножко по другой технике. Мы, в принципе, тот же, но мы там начинаем потихонечку расширять, да, то есть мы там начинаем с одного знака, потом с двух, да, и так далее, и так далее. Дальше. Когда мы расширяем поле восприятия, это техническое упражнение, разминка. В основном-то, конечно, мы читаем. Вот у нас с вами текст. Индия в среднем веке. И если мы будем читать фразами, то что произойдет? Мы будем делать меньше фиксаций на строчке. Ну, это сейчас я показываю по два слова. А, в принципе, мы можем читать сразу полстроки. То есть до пяти-шести слов мы можем вполне расширить поле восприятия. И тогда у нас будет две фиксации. Глаза будут меньше уставать. Потому что сейчас, когда мы читаем, мы делаем фиксацию на каждом слове. Раз. А при этом у нас что еще есть? Привычка к возвратному чтению. То есть мы читаем, читаем, читаем. Отвлеклись, думаем, ха, раз назад вернулись, да? Но это по строчке. А мы еще возвращаемся по аузациям. Ну, потому что каждый себя ловил, пять страниц прочитал и думает, так, я уже на пятой странице. А что там было? А что там было? А вот здесь тоже очень важный момент. Почему внимание так рассеивается? Одна причина, я уже сказала, да? Медленное чтение вызывает вот это рассеивание с вниманием. Вторая причина. Мы не настроились на чтение текста по данной теме. То есть мы не переключили внимание. Я просто занималась во время скорочтения. Можно сюда или туда, куда лучше сесть? Ну, туда, я не знаю, куда лучше. У меня просто много листочков, мы будем двигать листочек. И поэтому, нет, ручку я просто показываю, да? Очень много нужно. Мы когда начинаем изучать, вот это называется чтение фразами, да? И тогда мы можем для начала ручку использовать как ментальную указку. То есть показывать себе, что вот сюда я смотрю, потом я сюда смотрю, потом сюда. Потому что ручка, она легче делит строчку на три части, например. И поэтому, а глаза, они наши. Мы хоть и хотим сюда посмотреть, но, во-первых, у нас есть привычка отсюда двигаться. Во-вторых, мы не перебрасываем взгляд. И опять же двигаемся, прочитывая каждое слово. А когда мы показываем себе ручкой, но это первое время. Дальше она нам будет мешать, потому что она не будет успевать за нашими глазами. И еще. Но дело в том, что вы когда показываете рукой, вы показываете движение скольжения. А нам от него нужно уходить, да? Потому что нам нужно именно фиксацию делать, да, ритмично. И для этого мы для тренировки используем метроном, да? Помните, мы тоже, да, это использование занятия? Да, то есть метроном мы ставим на 80, нам становится удобно, мы ставим на 90. И это дает нам объективную картину, да, увеличение скорости чтения. А что нам дает объективную картину, показывающую нам расширение поля восприятия? Когда мы начинаем читать газеты или журналы, где написано «узкий столбик». И мы его начинаем читать вот так. То есть не вот это движение, опять же, да? А мы начинаем узкий столбик читать вот так. Ну, то есть, в принципе, если мы посмотрим, ну, у нас нет по вертикали. Ну, вот здесь вот, да, вот смотрите, вот мы это уберем, вот эти концы, это просто другое упражнение. И вот мы начинаем вот так читать. У нас нет вот этих движений лишних. Мы начинаем читать вот так. Надежда, Сина, я ж не милая. Спасибо большое, спасибо. Итак, определились мы с вами, что такое поле восприятия, да? То есть это то, что у нас в голове находится. Это не поле зрения, да, наше физическое, а именно обработка информации из текста, то есть понимание смысла, которое находится в голове. Сразу фразами. При тренировке до пяти-шести слов мы можем. При тренировке. Потому что мы начинаем искусственно себе говорить. Сейчас я читаю по два слова. Дальше мы читаем по три слова, по четыре. И так постепенно до пяти-шести мы доходим. Это один момент. Второй момент. Очень много говорят про то, что нужно убирать проговаривание, когда мы читаем. На самом деле проговаривание нельзя убрать. Потому что, когда мы читаем текст, что мы делаем? Мы не только усваиваем информацию, выбирая то, что нам нужно, мы еще размышляем вместе с автором. И строим связи. Да. А можем ли мы размышлять без проговаривания? Нельзя. Конечно. А как мы размышляем? Образ – это образ. Конечно, мы тоже будем говорить, как важно, читая текст, видеть картинку. То есть создавать в голове кино. На самом деле нам недостаточно для чтения образов. Потому что все равно текст – это смысл. А между образами такого смысла нет. То есть одно дело, когда мы читаем художественный текст, и там описывается нам бал, и, конечно, у нас там все хорошо. Но как только там появляется, что кто-то на кого-то посмотрел, все равно образа недостаточно. Потому что нужно подумать, почему он посмотрел. Там же автор нам описывает, с какими мыслями он посмотрел. И когда мы читаем, вот мы сейчас открыли текст «Индия в Средние века». Да? Вот, давайте. Вот это. Следующая страничка, пожалуйста. Открывайте. «Индия в Средние века». И вот мы читаем, да? Вот сразу, да? «Индия в Средние века». Все. Мы это узнали сразу, и нам это не нужно проговаривать. Дальше. Развитие по своему собственному пути. Обязательно мы говорим развитие и собственный путь. Дальше идет несущественный инфраструктур. В то время как бесчисленные государства. Это понятно, да? Потому что в Средние века было бесчисленное количество этих мелких государств. А вот дальше что? Основная масса индийского населения, как раньше. И этого нам достаточно. То есть проговаривание мы убираем. Но это в том случае, когда у нас не научная монография, не учебник по квантовой физике. Самое главное, не налоговый кодекс. Тогда мы можем домысливать и вот это проговаривание оттеснять. Потому что все равно, когда мы читаем, вот что нам важно. Вот в следующий абзац мы смотрим. Ага. И древность, и средневековый период. Деление на касты. А что такое каста? А вот здесь нам нужно обязательно вникнуть в это. Права и обязанности. То есть это целая группа людей со своими правами и обязанностями. И мы это мысленно подчеркиваем. А, вот что это такое. Особые права и обязанности. Дальше он нам перечисляет какие-то касты. А вот здесь уже мнемотехника. То есть нам нужно четко запомнить, что это брахманы. Вай, ваиши, шудры. То есть мы даже его проговорить не можем. И здесь еще есть один момент. Вот когда мы подозреваем, что в тексте могут быть такие слова незнакомые, мы их прямо находим очень быстро. Да? Ну да. То есть мы узнаем. То есть мы вот так прям буквально пробегаем по каждой строчке, и мы понимаем, так это все знакомо. А, вот они. Ага. Вот. Кшатрии, брахманы, ваиши, шудры. И мы их запоминаем отдельно. Да. И только потом мы продолжаем читать все же текст, используя вот это наше фразовое чтение. Поэтому ни в коем случае мы не говорим о том, что мы убираем проговаривание. Нет, мы его оставляем. Угу. Да? То есть вот это даже сами, когда почитаете текст дома, да, вы увидите, что действительно есть абзац, который и так очевиден, а есть абзац, с которым надо вчитываться. И поэтому, когда мы говорим о скорочтении, то у нас безусловно скорость может варьироваться от тысячи до шести тысяч знаков, качество от сорока до ста процентов. Все зависит от того, от нашей цели, да? То есть с какой целью я читаю этот текст. Я могу просто, мне понравилось название прочитать, а могу прочитать, потому что мне надо сдавать экзамен. Да? Так. Я могу разбираться в этой теме, а могу быть новичком. Да? Поэтому скорость всегда варьируется, и качество всегда варьируется. Не всегда рационально читать со стопроцентным качеством, потому что вот этот текст, например, здесь не стопроцентное качество. Да? Когда вы повнимательнее почитаете, как я уже сказала, это ваши листочки, да, вы их возьмете домой и просто посмотрите еще раз. Дальше у нас еще есть один прием, который может просто дать нам возможность читать быстрее. Сейчас я вам еще листочки раздаю, чтобы вы потом дышите еще. Вот смотрите. Мы читаем, нет, мы просто, я просто вам говорю, как листочек, вот так, смотрите. Мы берем листочек. Берем листочек. Накладываем вот так сверху. И начинаем двигать с равномерной скоростью, немножко себя поторапливать. То есть у нас должно быть внутри ощущение некомфортности, потому что если нам комфортно, обучение не происходит. Да? И это нам позволяет и скорость чтения увеличить, и отвлекаться меньше, и убрать привычку к возвратному чтению. Это можно применять сразу. То есть это вы уже сейчас можете делать все, когда вы читаете свои тексты. Не задумываясь о том, как двигаются глаза. Потому что прислалами всегда возникает вопрос. Как это по диагонали, по абзацу? Как это? А как мы так читаем? Ну как вот мы так читаем? То есть мы, по сути, влево-вправо, вверх-вниз расширяем поль восприятия. Если абзац побольше, мы его читаем вот таким вот образом. И меня спрашивают всегда, как? Мы читаем, мы же не читаем так. Нет, это у нас так глаза двигаются, а читаем мы все равно отсюда. Да? Да, конечно. И вот чтобы к этому перейти, мы сначала делаем вот это упражнение. Мы двигаем листочек и при этом читаем привычным способом. И это уже позволяет нам увеличить скорость чтения. Ну а то, что внимание гораздо выше, да? Потому что наш мозг, опять же, понимает. Отвлекся. Все, второго шанса нет. Да? Да, конечно. Угу. Так. Теперь вот это смотрим мы с вами. Вот. Видим тут пропущенные буквы. Пропущенные буквы. И это у нас с вами то, что называется по-научному антиципация, то есть предвосхищение, предугадывание или домысливание. Да? И вот давайте прочитаем первый абзац. Да? Нам понятно, что там? Можем прочитать? Кто прочитает нам? Да, пожалуйста. Я пошел с моим другом в кино. Мы смотрели очень интересный фильм. После сеанса мы долго обсуждали этот фильм. Что тебе особенно понравилось в этом фильме, спросил мой друг. Да? Замечательно. То есть поскольку у нас было с вами уже один раз использовано слово фильм, дальше мы узнаем графический символ этого слова, и нам его не нужно произносить, а раз мы его не произносим, мы читаем быстрее. Да? Пожалуйста. Давайте вторым побольше. Это было очень жарким, земля потрескалась от жары. Люди говорят, когда же появится и пойдет дождь? И вдруг разрыв грома, изгремел гром, засверкали молнии, никто не спрятался, наверное, да? Все радовались с долгожданным дождем. Дети выбежали на улицу и с радостью крикнули. Носились по лужам, с криками, наверное. С ними прыгали их собаки. Даже наш кот расхрабрился и тоже пошел по лужам. Он пошел, брезгливо отряхиваясь о лапке. Да. Вот я вам... Да, вот еще тут вот один абзац и вот здесь вот еще. То есть вы думаете, почитайте. Вот этот текст, да, вы тоже почитаете, двигая листочек. И еще одна страница, опять же, на домысливание. Да? Вот смотрите. Что здесь у нас? Вот эта страничка. Что у нас здесь? Про слова и... Слова написаны неподелимые. Мы можем их прочитать? Конечно. Да? Вот вопрос. Он какой может быть? Легкий, трудный, сложный, простой. Женщина какая может быть? Красивая, старая, молодая, симпатичная. Да? И какой может быть? Длительный, вечный, короткий. Да? Был вкусный, горький, сладкий, соленый, ядовитый. То есть вот это уже немножечко другое. Вот здесь у нас было совсем домысливание, да? А здесь что мы делаем? Мы как раз тоже оттесняем проговаривание. То есть у нас получается не подробное проговаривание, а такое... Но пожалуйста, если у нас есть определяющее слово существительное, то прилагательное мы вполне можем понимать, не прочитывая каждое слово. То есть когда мы учились в школе и нас учили читать, да? Нас учили читать по слоганам. Это было очень важно. Нас учили читать не проглатывать окончания. Это тоже было важно. Нас учили читать, делая паузы, ставя там мысли на запятые, потому что это основа грамотности закладывалась. То есть уже знаю, что зелёный. И у нас здесь запечатлелось. И когда дети с удовольствием читают в детстве, они потом достаточно грамотно пишут, даже не зная правил. И поэтому тогда это было важно. И почему наш курс 15+. Потому что в 15 уже весь мозг включился в работу. До этого ещё не весь. И уже можно. То есть к 15 ребёнок научился читать. Это мы говорим, когда научился, да? Научился читать. А теперь он может читать быстро. То есть он может проглатывать окончания. Он может читать вот тыр-пыр-тыр-пыр. Он может домысливать отдельные слова. Он может быстрее понимать смысловые связи между понятиями. То есть вот это так кратенько изложение, вот скорочтение. Дальше, когда мы говорим, что второй момент, да? Это память, развитие памяти и минимотехника. Это уже когда нам нужно читать учебники, инструкции. Что у нас ещё требует стопроцентного качества? Законодательство. Тогда мы подходим немножко по-другому. Тогда у нас на первое место выходит скорость. Простите, качество. А скорость, она будет, конечно, ниже. То есть чем выше качество чтения, чем сложнее текст, объективно скорость ниже. И там мы уже начинаем углубляться в те слова, которые написаны. Начинаем мы с того, что учимся выделять понятия. Это не одно слово, это может быть много. Ну вот, например, когда нам говорят, благо это что? Способ удовлетворения потребностей человека. В одном контексте может быть одно слово способ, в другом удовлетворение, потребность. Но в данном контексте у нас получается понятие, это четыре слова. И понятие может содержать в себе от одного до шести, семи и восьми слов. То есть нам важна фраза, да? Нам важна фраза, которая передает суть. Когда мы эти понятия выделяем точно и в достаточном объеме, мы говорим о том, что да, я могу этот текст пересказать достаточно близко к первоисточнику. А дальше уже, когда мы выделили понятия, мы начинаем эти понятия связывать в мысли, потому что мы же не говорим отдельными словами. Ну я приводила Блоков в пример, да? Там отдельные понятия. Но это как исключение. Дальше у него все равно предложения пошли, да? И мы начинаем формулировать мысли. И между этими мыслями учимся устанавливать смысловые связи. То есть это задача, цель, вернее так, цель чтения какая? Понять, что написал автор. То есть это мысли автора. Дальше у нас идет, когда мы поняли, что написал автор, дальше вступаю я читатель, и это уже будет переосмысление. То есть я думаю, как я новые знания включу в ту систему, которая у меня уже есть. Какие я буду включать? То есть это не обязательно все, да? И самое главное, как я это буду использовать. И это уже переосмысление. И это уже цель читателя. То есть на первом месте цель чтения, на втором цель читателя. И очень часто вот этот этап понимания текста, то есть цель самого чтения мысли автора, мы пропускаем. Я думаю, что тоже ловили на мысли себя, что как здорово автор написал. Прошло две недели. Что мы помним? Мы помним, что хорошо написал, но мы не помним, что. То есть мы вот этот этап по привычке перескочили. И мы помним свое, что у автора было. И поэтому мы начинаем. Сначала автор, потом то, что я думаю. То есть сначала, что автор написал, потом, что я думаю по этому поводу. Ну там согласен, не согласен и так далее. И когда у нас очень сложный текст и новая для нас тема, вот здесь мы уже включаем еще и логические операции. То есть анализ, синтез, аналогии, сравнение и так далее. И задача вот этого курса 100% качества. То есть научиться читать так, почти дословно пересказывать тексты. И конечно на этом этапе мы затрагиваем, как мы запоминаем определение, как мы запоминаем правила. Потому что там важна именно дословность. Плюс мнемотехника. То есть это вот запоминание вот этих данных. Это запоминание четырех каст. Ну опять же мы в жизни сталкиваемся с мнемотехникой. Конечно, каждый охотник желает знать. Это же прием мнемотехники. То есть когда есть последовательность, то есть логически не связанных между собой цветов. И как нам их запомнить? Конечно, вот эта фраза, она есть. И мы сразу помним, да? Просто потом, когда мы уже выучили при помощи мнемотехники, нам не нужна же эта фраза. Мы и так себе видим все эти цвета. Или, например, как нам запомнить последовательность планет Солнечной системы? Сейчас же снова в белье астрономии в школе, да? Да. Ну, в прошлом году, по-моему. В 10-м классе, наверное. Как нам запомнить, например, последовательность, ну вот помним мы в биологии, да? Царство, тип и так далее, да? Ну, вот эту классификацию помним? Да, была такая история. Ну, было, да? Семейство, род, да? Там же тоже есть... Да, конечно, конечно. Тоже можно какую-то фразу придумать. Или, например, как мы запоминаем формулу, если она вдруг есть, да? Я просто всегда привожу этот пример. Когда я после 8-го класса, ну, какое-то там место заняла в Олимпиаде по математике, и у нас была летняя школа математическая. И у нас там был преподаватель, вот он учебник написал по анализу Калмогоров, и он нам был и говорит, вот как запоминать формулы, вот как в анекдоте. И мы сразу все, да, нам же всем интересно, как он нам анекдот расскажет. А он и говорит, едет студент, учился-учился сдавать экзамены. А раньше были трамваи, где висели на руках, да? Ну, помним из фильмов из старых. И вот этот трамвай мчался-мчался на каком-то, а студент уже опаздывал, поэтому ухватился, и вот он полон. И на повороте студент ударяется в стул, падает и бормочет. Хорошо, что пополам, хорошо, что пополам. Ну, естественно, народ думает, что случилось с этим бедным студентом. А оказывается, кинетическая энергия, ее формула МВ квадрат пополам. Вот с восьмого класса я помню эту формулу, потому что это, если нам это удается самим, например, что-то придумать, какую-то историю, то все, вот это мнемотехника, да? То есть сделать интересное и скучное. Ну, в принципе, у нас весь курс с интересом, с удовольствием, с вдохновением, и тогда все хорошо. А если мы заставляем себя и не понимаем, зачем это нужно, да? То есть вот когда у нас самый высокий результат, кто достигает? Кто точно знает? Вот приходит ко мне девочка заниматься, ну, проходим тест, у нее скорость просто минимальная. Я ее спрашиваю там, ты вообще ничего не читаешь? Она говорит, не-а. Я говорю, а что на курс-то пришла? А я поступила в университет на психологический факультет. Я говорю, и что? И она мне говорит, у меня на столе вот такая вот гора книг, которую мне надо прочитать за первый семестр. Что вы думаете? Она увеличила скорость в 10 раз за полтора месяца. В 10 раз за полтора месяца. Потому что у нее были вот эти книги, хотя вначале она просто не умела читать. Когда она что-то там, мы обязательно пересказываем, да, что читаем. Она когда пересказывала, да, мы все так, просто мы понимаем, что ей это надо, да, то есть вся группа сидит и ждет, когда же она все-таки перескажет там, ну, два предложения свяжет. А потом все у нее хорошо пошло. Вот, а если человек, я спрашиваю, что вы хотите от курса? Он говорит, ну, хотелось бы побыстрее читать. Я говорю, а ты знаешь, что ты будешь потом читать? Ну, у тебя есть уже какая-то книжка, да? Вот мне тоже один раз понравился парень, я спрашиваю. И он прям вот все домашние задания, прям все-все-все. И я говорю, слушай, ты так мотивированный, что ты хочешь? А я, говорят, хочу прочитать Капитал. Я говорю, зачем? Ты на экономиста учишься? Он говорит, нет. Я говорю, зачем? Я с братом поспорил, что я прочитаю Капитал. Естественно, у меня тоже был хороший результат, да, потому что это вот, это то, что можно потрогать. А когда человек говорит, ну, я не знаю. Ну, я не знаю, вроде бы как все учатся, да, и он тоже. Ну, я надеюсь, что у вас сложилось представление, чем мы будем заниматься, да? Да. Все. Где у нас? Где у нас девушка? Где у нас девушка? То есть понятно, чем отличается у нас скорочтение от памяти и мнемотехники, да? То есть это текст такой, две стороны одной медали, да? То есть скорость, качество и плюс запоминание точных сведений. Потому что, опять же, текст мы можем запомнить приблизительно, но если мы не запомним, как зовут, да, ну, то есть нам девочка говорит, меня зовут Марина, а мы ей, Маш, Маш, представляете, как, да, это же все, это же никакого потом не будет. А меня зовут Лена Анатольевна, и я почему-то не представилась. — Расскажите немножко о себе. — Я работаю преподавателем дополнительного образования, вот именно в плане скорочтения и с 2000 года. Ну, память, мнемотехника и скорочтение с 2000 года. За это время много кого обучила. И группы, и индивидуальные занятия, и по скайпу занятия, то есть не обязательно заучные, ну, учные, да? Вот, и, в общем-то, как я уже сказала, результат зависит. То есть я только как указатель пути. Вот иди вот так, да, делай вот так. А что получает результат на выходе, это всегда человек. Насколько он готов меняться. — Скажите, почему вы заинтересовались в этой теме? Что в вашей жизни вас привело к быстрому учтению? — Случайность. — Ну, я просто работала в учебном центре, и мне говорят, «Блин, Анатольевна, мы вот тут новый хотим запустить курс. Не хотите вы поучиться?» Самое интересное, что у нас там было 20 преподавателей. Только я согласилась. Вот у меня готовность учиться, она тогда тоже была. И вот я тогда выучилась на этот курс и стала работать. — А что вам после этого дало быстрое чтение? — Ай, теперь сложно найти книжку, которую хотелось почитать. Поэтому всегда я спрашиваю, что интересного есть? И мне все говорят, а вот эту я прочитала, а вот эту. И я думаю, так, вот эти пять я уже читала. Нет, конечно, это моя работа, это мое увлечение, да, потому что я играющий тренер, я регулярно, два раза в месяц устраиваю себе, как это называется, тест-драйв. То есть я прямо поддерживаю свой результат, потому что всегда есть, да, вот это вот снижение. Поэтому я, то есть это мое, я не знаю, это форма жизни, то есть это мне нравится, и мне за это платят деньги. То есть это самое, мне кажется, счастливое, да? — Ну, мне уже... — Мы вас благодарим. — Да, и вам спасибо. — И вам спасибо. И просто мне уже так надо убегать, я живу в Долгопрудном, поэтому мне нужно убегать. Курс наш рассчитан на чтение нехудожественной литературы. То есть это законодательные акты, инструкции, служебные документы, специальная литература, научная монография, учебники, ну и, конечно, всякие там научно-популярные статьи, журналы, которые сейчас есть для расширения кругозора, потому что чем больше человек знает, да, вот опять же, когда мы говорим про мнемотехнику, там же все на образах и на ассоциациях. То есть что там принципы мнемотехники? Первая группировка, когда мы вот... Мы даже телефон же когда запоминаем, да, мы его всегда делим, да? То есть это уже первый принцип. И второе — кратковременная память на основе долговременной, то есть на основе того, что уже у нас есть в голове. То есть у нас есть там фундамент, и мы начинаем новое выстраивать. И, соответственно, чем больше человек знает, тем ему проще усваивать новую информацию. Поэтому, конечно, обязательно нужно читать журналы, расширяющие кругозор, научно-популярные книги, да, потому что мозг работает по-другому совсем. И когда мы... Все равно вот мы научились читать с фиксациями, и уже настолько глазам это удобно, что даже художественную литературу уже не хочется читать по словам. Потому что когда говорят, что наслаждение художественной литературы, а кто мешает мне прочитать за 10 секунд страницу, и потом идти к метро, и восхищаться. И я смысливаю в голове, да, вот, что там произошло. Я немножко, конечно, преувеличила для художественной литературы. 10 секунд мы все-таки не используем. 30. Это реальная скорость — 10 и 30 секунд. Да, да. Просто там нужна тренировка регулярная, целенаправленная, когда человек понимает, когда он мотивирован, да, когда у него есть актуальность этого, да, тогда вот он это делает. Ну, я вам приводила в пример, да. То есть когда человек вот видит вот реально вот эту стопку вот этих книг перед собой, и это надо делать, потому что вот уже семестр скоро заканчивается, надо сдавать экзамены, все. Ну, потому что это же гуманитарные предметы, да, очень много всего. И в том числе и биология, и прочие вещи там тоже надо и быстро понимать, и быстро запоминать, и, в общем-то, они везде нужны. Да? Да. Да. Продолжение следует...